Тема второго моего доклада – это 12 эффектов введения личного дневника на бумаге. Откуда эта тема, Игорь Леонидович подтвердит, на онлайн лекциях неоднократно задавался вопрос, касаемо личного дневника, надо ли не надо, вот я решил поделиться опытом. Я сейчас же меньше веду, но ввел его более 15 лет. Личный дневник на бумаге. Ввел более 15 лет и поделюсь с вами некоторыми эффектами. Эффектов 12, подчеркну сразу, что слово эффект, оно немножко условное, потому что это может быть результат, навык, прием написания и так далее. Итак, листочки у вас есть, я пойду по порядку. Сразу первое. Почему именно на бумаге? Почему в том, ну, не блог, например. На мой взгляд, вполне вещь очевидная, когда человек пишет публично, то есть он предполагает, что это будут читать другие люди. Велик соблазн, особенно когда это дневник, что-то приукрасить, приврать, исказить, ну и так далее, понравиться людям. Вполне такие понятные человеческие вещи. То есть когда пишешь дневник для себя, этого всего нет, есть сознание, что кроме тебя никто читать это все не будет. И тогда получается честно. Ну, а если нечестно, то оно и нафиг, в общем-то, не надо. Вот, пункт 2. Пункт 2. Вот здесь есть, не гарантирую, что дам оптимальную структуру, но могу утверждать, что структура обязательно должна быть у дневника. То есть писать никак попало. Я во множестве психологических книжек читал в качестве психотерапии. Просто начните писать, и вот как оно пойдет. Пусть текст льется и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня была примерно такая структура из четырех пунктов состоящая. Это первое, это вот как раз эмоции, это вот как раз излить эмоции на бумагу. То есть с одной лишь целью, чтобы больше это не повторялось в этой записи конкретно. Чтобы купировать эмоции, вот за день накопилось. Далее, второе, это перечисление неких фактов, фактов уже безэмоционально. То есть произошло, случилось, было, наблюдал, заметил и так далее, и так далее, и так далее. Следующий момент – это планы. Здесь было как? То есть если вот начинал я его писать уже лет, наверное, 12, вот тогда планы были очень далеко идущие. То есть когда-нибудь я стану властелином вселенной, то что-то вот такое. Чем дальше, тем планы были ближе к завтра. То есть это не через сто лет, а ближе к завтра. И вот финал, ну я так условно назову лирика. То есть это был какой-то стишок, рассказик, рисуночек, ну вот что-то такое резюмирующее. Тоже эффект здесь, что стихи пропали в 17 лет. Я это объяснил так, что жизнь стала более прозаична, поэтому осталось только про. Великий не осталось. Далее. Третий. Это личный опыт. Да, это личный опыт, я не претендую, что у всех так будет. Далее, да. Третий. Ритуал. Я множество вещей в литературе встречал про ритуал, особенно у японцев. У японцев это один из древнейших жанров вообще художественной литературы. Это путевой дневник. Это надо его вести, пока куда-то вы едете, что-то записывать и так далее. У меня ритуал был очень простой. Во-первых, это должна быть некая необычная тетрадка. То есть не тетрадка, с которой вы ходите сначала в школу, потом в вуз, потом на работу и так далее. Это не обрывок бумаги ни в коем случае. Какая-то тетрадка необычная, она выделяется из всего. И какая-то необычная ручка, необычные чернила. То есть поярче, что ли, и прочее. К этому как-то более серьезная модель должна сформироваться, что ли. Я так объясняю. Причем почерк в дневнике так вышел. Он у меня был другой, нежели потом в тетрадях, в других записях и так далее. Далее. Четвертый. Уже некоторые навыки. Вот навык сбор картотеки. После уже год-другой проходит, уже привычку вошло, что вечером писать дневник. Вечером писать дневник. И понимаем, что что-то писать надо, а из головы все вылетает. Затем. И вот такая вот привычка, навык. Стал таскать с собой блокнот. Но поскольку хронически все забываю, блокнот был в каждой сумке, в каждой куртке, в каждой стороне. Блокнот и какой-нибудь карандашик. Чтобы вот если что-то увидел, заметил, встретил, сразу пометочка, и уже дневник составлялся вечером, записывался на основании вот этих вот пометочек. Далее, далее, далее. Развитие наблюдательности. Чтобы опять-таки такое понятное человеческое, чтобы вечером не тратить кучу времени для написания дневника, а просто заполнить. Нужно, чтобы было чем заполнять. Потому что иначе перед собой стыдно. И как-то вот развивается не гарантия, но вот у меня было, что взгляд стал цепляться за какие-то вещи, мимо которых раньше обычно проходишь, не замечаешь, игнорируешь. А тут взгляд стал как-то цепляться. Ну оно шло в блокнот. Далее. Шестое, шестое. Дожим я так условно назвал. Многим непонятно, но поскольку я ввел дневники, у меня там было много людей и о людях. Записывая какие-то диалоги, какие-то дискуссии, еще что-то, еще что-то. Вот перечитывая потом дневник, очень отчетливо видишь, где люди тебе врали. В ралли не договаривали. То есть там в тексте видны зияющие дыры, просто зияющие дыры в позиции человека и так далее. И появляется четкое сознание куда бить. Вот как это использовать, это уже другой момент. Это может быть, ну лично мне пригодилось это в маркетинговых исследованиях. Наверное, это было бы полезно журналистам, еще кому-то. Далее. Вменяемая оценка себя. Такой факт, ну вот людям как-то привычно оценивать себя. Часто клише какое-то себе давать. Я специалист, я маркетолог, я писатель и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. А можно потом перечитать дневник и сказать, я нифига не бизнесмен. Во времени такая правда матка, то есть вот сама обман, он менее вероятен. Когда вы перечитываете то, что писали, уже как-то врать себе начинает сложнее. Художественный эффект. Восьмой. Проверял с годами, мои сверстники, которые все это видели, присутствовали, тоже катались на этих ракетах. Они напрягутся, могут вспомнить два, три, пять, десять таких баек. Но вот двести не могут. Двести не могут, но у меня есть. Некий, ну книжка готовая там была. Класс 17. Далее. Девятый пункт, формирование баз данных. Но, как я уже сказал, я много писал о людей, описывал людей и так далее. Не знаю, это, наверное, с моим каким-то характером связано. Я описывал людей в большом количестве. Описывал их реакции, их поведение в различных ситуациях. Поэтому любил шататься по различным. Врачи, готы, сатанисты, сумасшедшие. Мне доставляло это некое удовольствие. Если кому интересно, спросите, как развлекаются патологоанатомы, когда бухают в морге. Я вам расскажу. Ну и так далее. Я описывал типажи, типажи определенных этих людей, их реакции и так далее. С годами у меня скопилось более 2000 примеров. И где-то там многим позже я решил их как-то сгруппировать. Все люди разные, но типажей получилось 31. Люди, наверное, все разные. Возможно, с этим можно что-то делать. Но это не единственная база данных. Далее. Десятый пункт. Десятый пункт. Это дневник как мотиватор. Как мотиватор, ну, еще раз снова перечитывая дневники, вы вот по тем же планам, в графе плана прекрасно видите, а что вы обещали, гарантировали, клялись, обожились себе сделать через год, через еще сколько-то, еще сколько-то. Ну и становится немножко не по себе. Это такая палка, я не знаю, сапог, которым можно себя попинывать, плетка. Ну, лучше что-то такое, оно есть. Далее. Одиннадцатый. Это распределение навыков во времени. То есть, могу сразу сказать, на примере год, на своем, опять-таки, примере, первый год, это психотерапия. Это психотерапия, то есть, о навыках пока речь не идет. То есть, если вы ребенку поручите вести дневник, не факт, что вы раньше года увидите какой-то эффект. Может и увидите, но у меня не было так. Вот после года, после года, после года, после года дисциплина. Вот мне кажется, и педагогический опыт показывает, что очень полезно для подростков. Взрослым, наверное, уже не надо, все-таки там уже либо она есть, либо ее уже не будет. А подросткам, наверное, полезно, когда кроме школы есть некий обязательный ритуал, какой-то контекст рабочий, который дисциплинирует. Каждый день без выходных праздников, отдых ведется. Это дисциплинирует. После, ну, наверное, 2-3 года, вот там уже появляются навыки. Там уже появляются навыки, и о базе данных можно говорить это 10 лет. Мой опыт, может быть, будет раньше. Может, если знать это, может быть, получится быстрее. Так, и последний, двенадцатый эффект. Это возможная коррекция мышления. Если перечитывать дневник, особенно когда он велся ни неделю, ни год, а велся он 5 лет, там, или 10 лет. И вы перечитываете, и видите, появляется чувство дежавю периодически. Оно такое, не просто оно повторялось, 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 и сейчас повторяется. То есть вот инерция, она как бы вот, ну, тормозится, тормозится в лоб, вот вы сами ее у себя читаете. Тут вот обман, он уже как-то не работает. Свои ошибки, которые там передопускались много раз и так далее. Вот, вроде так вот, по-быстренькому экономим время, пожалуйста, вопрос. Анатолий, а подскажите, пожалуйста, я имею в виду сам дневник, ну, дневник я имею в виду по целям просто ставлю какие-то задачи свои, да? Ну, вот, слушая вас, понимаю, что, в принципе, можно совместить и дневник, и вот, ну, задачи, да? Посоветовать, есть какой-то, вот, может быть, с собой есть вариант, вот, ну, что совмещало бы в себе и планы, там, цели, например, там, на год, грубо говоря, и, соответственно, там, соседняя страница просто мысли за день, например, вот так. Ну, как я и сказал, в структуре, то есть, планы там есть, но они, это, у меня была не первоочередная задача, то есть, вот это у меня было, по крайней мере, первично. То есть, вот, вот эта вот цель, планы и цели, это немножко разные вещи, потому что я встречал, это в очень многих книжках по психологии есть, да, заведите себе тетрадку и пишите там свои цели. Я стремлюсь к этому, я стремлюсь к этому, я не знаю примеров, когда бы это работало. Я не знаю, не знаю, чтобы это вот сейчас в повседневной жизни как-то серьезно работало, то есть, ближе, чем ближе к практике, тем лучше. Вот, а тут, может быть, есть какой-то тайм-менеджмент, но вот у меня это к тайм-менеджменту никакого отношения не имело. У меня есть ответ, Анатолий Александрович может поддержать, то есть, вероятно, 2006 конференция будет в июле, в июле. Соответственно, каждый имеет право, естественно, каждый сделает доклад. Ну, доклады могут быть небольшие, там, минут 10, минут 15, минут 20, минут 30 и так далее. Вот если вы напишите первый вариант доклада в феврале, в феврале мне, в феврале консеренции, вы узнаете, что такое работа со мной, в июне доклад будет. И вы, вообще, как бы, совместите в себе и доклад, и план, и достижение цели, и новые навыки, и вообще новую кладку, и раньше откроется новым боком. Вот, ну вот, для этого нужно просто, вот, в январе и феврале написать первую версию. Ну, первую версию, да. Могут показывать, что там, минимум, минимум, вот, два-три раунда переписки. Вот, поэтому, можно и делать, можно и делать. Да, причем, причем, когда вы сделаете, даже маленький кусочек, в чем фишка, я сейчас, как бы, от конференции, извините. В чем фишка? Вот, когда человек сделал какую-то небольшую из собой систему, там, базу данных или что-то еще, он сделал, он начинает мгновенно, интуитивно понимать, что такое сделать систему. Статья не система. Настоящая книга, настоящая книга, о которых сейчас буду называть цифры, около четверти процентов. Потом, что я читаю в день, пять, шесть, семь килограммов книг. Я в день читаю, да. Сегодня я ничего помешиваю, потому что сегодня я не могу сказать, да. Учеби мне нужно исполнять долго, да. Вот, вот, человек начинает понимать других. Потом начинает понимать, там, Сергеевич Матерстова, Анатолий Александрович начинает понимать этого. А для этого можно написать письмо в январе, феврале 14. Дальше мы совместим все, все кладки, творческие точки и изгоним духовность на всегда. А еще дополнительно поздно вопрос. Пример есть у вас сейчас ежедневника, который, ну вот, дневника, который... Я подчеркиваю, что вот это, скорее всего, все-таки полезно для подростков до определенного возраста. Я, конечно, не читаю семь килограмм книг, как Игорь Леонидович, но две-три за день-то я прочитываю. И у меня уже вопрос к картотеке. То есть, мне вот вести дневники, планы, мне вот оно только время теряется. Мне надо прочитать книгу, ее обработать и рассертировать данные. То есть, я уже базой данных занимаюсь. Зачем мне там эмоции и лирика. То есть, там уже не место, я думаю, все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...